Будни сотрудников милиции романтичны только по телевизору. Каждый день это новое испытание, чего стоит только совершать еженедельный обход по домам и квартирам, отмеченных у сотрудников органов внутренних дел как социально опасные. Очевидно, что в группу риска жильцы этих убежищ попадают не случайно. Многочисленные жалобы соседей, а социальное поведение, алкогольное опьянение, стандартное описание обитателей таких жилищ. Как правило, днем их застать очень трудно. Вот и по первому адресу по улице Гоголя в квартире пенсионерки никто не открыл. По словам соседей, а социальные лица посещают ее часто. Хочется верить, что женщина только из меценатских соображений предоставляет им ночлег. Ведь днем она стоит у ворот церкви. Заходят в гости к ней женщины, мужчины. Мы не контролируем их. Может они когда и шумят, но это скорее всего слышит соседка, потому что у них стенка вообще. А нет тележки там? Нет. Ну, значит, у церкви. Следующий адрес расположен по улице Ленина. Это вторая квартира, занесенная в группу Рийская, находящаяся в центре города. Здесь жильцы оказались дома, но, к сожалению, милиционеров и съемочные группы хозяева встретили не хлебом с солью, а едким и резким запахом человеческой жизнедеятельности. Основная проблема таких людей в том, что они не готовы признать то, что в душе они глубоко больные люди, и им нужна помощь специалистов. Проще перевести внимание на соседей. Слушайте, я здесь один такой, в этом доме. Здесь, о, пройдите, по перерезам, посмотрите. Все бы ничего, но в соседней комнате лежат родители-инвалиды нетрезвого хозяина квартиры. За ними требуется особый уход. Но получают ли они его? Большой вопрос. Игорь Алексеевич, так представился нетрезвый хозяин, говорит, что сам нигде не работает, а ухаживает за родными, за их же пенсию, но и пьет за эти же деньги. Судя по состоянию жилища, сумма делится в процентном соотношении 80 на 20 и отнюдь не в пользу родителей. Алкоголь однажды уже чуть не убил Игоря, но причин менять свою жизнь он не видит. Оцепление, вода есть, газ? Есть, есть. А площадь? А кто платит? Кто платит? Я площадь. За какие деньги? За мамины? За молодые деньги. Так и работать чего? Ты же молодой совсем. Ну, молодой. Я инвалид. Чуть-чуть старше меня. Сколько? 26 лет или сколько? Мне 55. 55? Не, молодо выглядишь здесь. Молодо выглядишь, да. Наверное, физкультурой занимаетесь? Нет. Нет? Нет? Не инвалидно. Понятно. Микроизм. Так надо, значит, здоровый образ жизни вести? В 2018 году. Значит, надо здоровый образ жизни вести? Я иду. Здоровый образ? Точно? По чему влиянию? Такие квартиры и дома находятся под особым контролем правоохранителей. В ходе посещения таковых правоохранителями обнаружено 5 лиц с разыскиваемых органами внутренних дел. В настоящий момент в Ленинском районе Бреста 17 жилищ, состоящих на учете в органах внутренних дел. И каждый из них не остается без внимания. Они посещаются в дневное и вечернее время суток. Если при посещении дома никого нет, участковый инспектор беседует с соседями. Узнает, есть ли у них какие-либо жалобы. Органы внутренних дел принимаются все меры по обеспечению безопасных условий для жизнедеятельности граждан. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.